До пенсионного возраста не доживают более 40% казахстанских мужчин. О причинах высокой смертности представителей сильного пола и как остановить этот показатель. Об этом поговорили на собрании коллегии управления туризма, физической культуры и спорта Караганинской области и представители правящей партии. Одной из главных задач в послании главы государства это увеличение уровня продолжительности жизни казахстанского населения до 72 лет. Сегодняшняя статистика показывает, что продолжительность жизни среди мужчин и женщин разная. Всему виновны сами же казахстанцы, которые небрежно относятся к своему здоровью, отметила Кадиша Успанова, первый заместитель областного филиала Народной демократической партии Нур-Отан. Если бы казахстанцы, особенно мужчины, вовремя лечились, то их средний образ жизни повысился. Однако многие халатно относятся к своему здоровью и по сути не хотят быть здоровыми. Это я цитирую программный документ «20 шагов общества всеобщего труда». В своем выступлении Кадиша Успанова подчеркнула, что главная задача представителей управления туризма и спорта последовательно создавать условия для развития активного отдыха и массовое привлечение казахстанцев к спорту. В каждом населенном пункте, в том числе сельской местности, а также в каждом учреждении и предприятии нужно разместить внеурочные занятия физической культуры. Мне бы хотелось остановиться на поручении, которое дал глава государства. В первую очередь, что правительство до конца 2012 года обеспечит внедрение механизмов финансирования. И здесь особое внимание уделяется именно финансированию из внебюджетных средств, внеурочных спортивных секций для школьников. С докладом об итогах деятельности управления туризма, физической культуры и спорта Караганинская область за 9 месяцев 2012 года выступила Анталия Сухорукова. Она отметила, что для развития инфраструктуры спорта в области завершена установка двух типовых фоков для районного центра в поселке Киевка, Нуринского района и крупного населенного села Актугай. Уточненный бюджет управления на 2012 год составляет 5 миллиардов 790 миллионов рублей. Префинансирование плана для за 9 месяцев составит 4 миллиарда 486 миллионов рублей. Сумма освоения 100%. В заключении собрания было предложено провести анализ по работе и постоянно совершенствовать ее, используя новые способы решения данного вопроса. Словом, кто предупрежден, тот вооружен. Если хотите, чтобы ваше здоровье вас не подвело, берегите его до того, как в ваши руки попадет медицинская выписка врача. Субтитры создавал DimaTorzok